Ингушское болотное дело Так адвокаты называют преследование участников протестного митинга в Магасе, закончившегося столкновениями с полицией. 26 марта тысячи жителей республики вышли на согласованный митинг против изменения административной границы с Чечнёй, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы региона. По итогам двухдневных выступлений протестующих полиция задержала десятки человек. В апреле десятки обысков по обвинению в организации насилия в отношении представителей власти и призывах к массовым беспорядкам. Сейчас по делу проходит более 30 человек. Причем содержатся арестованные в Нальчике, Владикавказе и Есентуках в сотнях километров от места, где проходили протесты. Политический заряд обвинения даже не пытаются скрыть, а напротив его просто откровенно выпячивают и ставят на первый план. Будучи несогласным с курсом, проводимым главой республики Ингушетии и правительством тогдашнего времени республики Ингушетии, принимаемыми ими решениями, вышел и вышел еще не один, а в сообществе других людей. Это пишется в обвинении, как мотив действий. Адвокат Вадим Клювгант сообщил, что на скамье подсудимых в основном оказались общественные деятели. Клювгант убежден, серия уголовных дел – это не только попытка устрашения, но и желание ударить по авторитету лидеров мнений. В суде адвокат представляет четырех обвиняемых, в их числе Муса Мальцагов. Его жене Фердов с Мальцаговой за полгода не дали ни одного свидания с мужем. Он возглавлял региональное отделение российского Красного Креста, занимался благотворительностью. Сейчас под арестом в Весентуках. О переводе обвиняемого в другой регион не сообщили ни адвокатам, ни родственникам. К отцу четверых детей пришли домой с обыском 3 апреля в 6 утра. Не предъявили ни постановления, ничего. Свои понятые были. Естественно, дети напугались, дети испугались, и истерики были. Никаких доказательств, ничего нет. Я присутствовала на судебных заседаниях. Сколько адвокат задавал вопросы следователю, ни на одного вопроса ответа не получили. Следователь просто молчит, просто склонил голову так, что прокурор сидит рядом, ему подсказывает. Этот малыш, ребенок сестры Бараха, кстати, забыла об этом сказать. Она умерла после задержания своего брата. У нее случился сердечный приступ. Остался ребенок. На фоне событий с обыском? Да, да, да. Остался малолетний ребенок. Другой участник дела, муж Асият Чахкиевой, Барат Чамурзиев, юрист, активно выступал против коррупции в регионе. Участвовал в митинге в Магасе. Предъявили бумагу об обыске, супруга забрали сразу же. Когда я сказала, почему вы его арестовываете, они сказали, мы его не арестовываем, идем просто поговорить. И все, и после этого он уже домой не вернулся. Куда отвезли, мы не знали. Не знали почти двое суток, где он находится. Оказывается, там же сразу его отвезли на вертолете его, Барахоева, Метамусу Мальсяква, на вертолетах в Нальчике, как особо важных преступников. Среди обвиняемых глава Ингушского совета Тейпов. Это общественное объединение с первого дня поддерживало протесты. Вчера рядом со мной сидел мой председатель, Ужахо Малсик. Его обвиняют в экстремизме. Лидера, председателя, самой влиятельной представленной организацией общественной Ингушетии. Его обвиняют. А значит, обвиняют и весь совет Тейпов, и меня. А мы представлены Тейпов. Значит, всю Ингушетию существует совет Тейпов на наши отчисления, на наши взносы с пенсии. Мы выкраиваем деньги от лекарств. Адвокаты рассказывают, следователи также ищут источники якобы иностранного финансирования протестов и пытаются связать их с московским делом. Иван Воронин, Андрей Голубев. Радио Свобода. Москва.